Илья Пономарёв, депутат Госдумы Российской Федерации в 2007-2016 годах, создатель канала «Утро февраля», присоединяется к нам. Илья, рады приветствовать вас. Приветствую. Илья, ну вот мы только что озвучили некие прелести для российских дезертиров. Как вы считаете, вот эти настроения дезертирские усилятся ли с новой волной мобилизации, когда вы её ожидаете, ну и в целом ваши прогнозы? Ну в целом эти настроения, мягко говоря, не на «вы». И так называемые «пятисотые», собственно, перед началом мобилизации, количество превышало количество в принципе людей, которые поступают на фронт. Это была одна из причин начать мобилизацию, потому что отток был слишком высоким. Про это писали причём не то, что какие-то вражьи голоса или там украинские разведчики. Про это писали самое, что у меня есть за патриотические военкоры. Там очень много на эту тему там Стрелков Гиркин, значит, говорил и там, значит, многие другие. И с тех пор, конечно, ситуация лучше не стала. Ну там после вот этой, значит, какой-то волны мобилизации, когда это всё было новое, люди, соответственно, были крайне испуганными и ещё не знали, что делать. Естественно, значит, уже с тех пор народная молва объяснила всем, как именно надо себя вести. И отсюда вот такие очень большие цифры, действительно, про которые говорил Гурн. К чему это приведёт дальше? Ну, мне кажется, что в значительной степени ситуация развивается по такому сценарию Первой мировой войны, когда солдаты всё больше и больше уставали воевать, ну и дальше это всё закончилось просто революцией. Ранее британская разведка сообщала, что в российской армии рекордное диссертистство. Сначала войны за самовольное оставление места службы военные суды России в марте приговорили почти 700 солдат. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны. Общее количество таких случаев с начала мобилизации в сентябре 22-го года достигло почти 7,5 тысяч. И показательно больше всего их в Московской области. По данным аналитикам, многие солдаты, которых выследили и передали военному суду, приговорены к условным срокам и возвращены в части и на передовую. В то же время количество запросов о предоставлении убежища в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня. Но вот никому не секрет, что жителю той же Башкортостана, Якутии, Тывы, Бурятии шансов раз в 10 больше, выше попасть на фронт, чем жителю Москвы или Санкт-Петербурга, одним словом, центра России. Почему такое количество большое сейчас фиксируют именно в Московской области, как вы считаете? Так как раз эти вещи абсолютно взаимосвязаны. Российское военное командование и политическое руководство прекрасно понимают, что на москвичей в этом смысле положиться нельзя вообще. И поэтому, несмотря на то, что они стараются как можно меньше из столичных регионов, и касается не только Москвы, но и других крупных городов, там Питера, Екатеринбурга, как можно меньше оттуда брать. Несмотря на это, все равно даже тех, кого они оттуда берут, потом начинают бунтовать, уходить и все прочее. Кроме этого, есть еще один такой фактор, что те люди, которые бегут с фронта из других регионов, они чаще всего потом едут в Москву, пытаясь там затеряться. Ну, просто большой город, легче найти работу, там агломерация, там больше, чем 20 миллионов человек, ну, то есть там где-нибудь можно отсидеться, да, такая у многих есть надежда. И это тоже работает на то, о чем я говорил, на повышение революционной ситуации, потому что эти люди, безусловно, будут стремиться выбраться из состояния уголовного преследования, они понимают, что только смена власти их может от этого освободить. Ну, все мы знаем, что Илья Пономарев активный сторонник смены режима военным путем. Можно ли, если можно так выразиться, из дезертира слепить активного борца с путинским режимом? Ну, как известно, вот РДК, Легион Свобода России, Сибирский батальон, в частности, неким в определенном количестве состоит именно из тех, кто сдались в плен украинским военным. Вот как вы считаете, можно ли на самом деле сделать из дезертира, который сбежал с поля боя, дать ему оружие в руки и, так сказать, стать активным участником русского добровольческого корпуса? Понимаете, и да, и нет. То есть, действительно, там Легион Свобода России в свое время начался с перехода на сторону добра целого подразделения из российских контрактников. Это было в самые первые дни войны на границе Сумской и Харьковской областей. И это чистая правда. Но вопрос в том, что есть вот такие идейные люди, которые переходят, и они сделали это не убегая от войны, а понимая, что надо воевать с режимом, с властью и так далее. И такие люди есть, вне всякого сомнения. Более того, есть даже примеры людей, которые сознательно идут на фронт для того, чтобы перейти линию фронта и оказаться на украинской стороне. Есть у нас и такие люди. Но вот именно дезертиры, которые там просто ищут как бы от этого спрятаться, конечно, это не очень хорошая питательная среда для какого-то сопротивления, потому что они будут прятаться и там тоже. Но вот в Эншпиле, в последние дни войны, непосредственно в момент смены власти, конечно, эти люди постараются примкнуть к повстанцам, к партизанам, к движению сопротивления для того, чтобы добить этот режим и, собственно, получить себе индульгенцию. Они понимают, что там с этим связана их дальнейшая свобода и поэтому в этом смысле на них можно рассчитать. Более 270 российских военных сдались в плен через горячую линию «Хочу жить». Сайт проекта посетили уже около 49 миллионов пользователей и почти все с территории Российской Федерации. От россиян, которые не желают воевать против Украины, поступило уже более 33 тысяч обращений и среди них есть как солдаты, так и офицеры. Об этом сообщил спикер проекта «Хочу жить» Виталий Матвиенко. По его словам, ежедневно поступают от 50 до 100 новых обращений. Знаете, вспоминая Вторую мировую, там такая была методичка, если сдадитесь в плен, вас расстреляют, если будете отступать, расстреляем мы. Но в любом случае вас убьют. Есть проект «Хочу жить», есть ваш канал «Утро февраля». Вот как донести тем, кто хочет, то есть не хочет воевать против Украины, что Украина с военнопленными поступает в соответствии со всевозможными международными правовыми конвенциями. И на самом деле это лучший способ избежать фронта, избежать того, к чему призывает Кремль, то есть убивать украинцев. Смотрите, мы естественно все стараемся эту информацию донести и здесь огромную работу делает «Хочу жить». Мало людей на российской стороне считает, что им в украинском плену будет что-то угрожать. Нету таких массовых настроений совершенно, но есть два препятствия. Во-первых, сама по себе процедура перехода линии фронта опасна. И несмотря на разные ухищрения, на которые идут работники фонда, посылают дроны и так далее, все равно это объективно опасная тема и могут и свои стрельнуть, и чужие случайно, и люди боятся. Во-вторых, есть, конечно, общее воспитание в школах и так далее о том, что нельзя переходить на сторону врага. Поэтому большое количество людей, хотя не имеют ничего против украинцев вообще, но тем не менее стремятся убежать и уйти куда-то в тыл к своим. И там прятают отсюда вот эти вот все дезертиры. Конечно, еще раз скажу, мы стараемся объяснить, что перейти в противоположную сторону может быть вдвойне полезно. Тем более, что потом никто не докажет, каким образом там человек оказался с той стороны. Можно использовать программы обмена, получить назад украинцев. И человека тем самым легализовать назад у себя на родине. Действительно можно примкнуть к тому или иному добровольческому формированию, а можно просто досидеть до конца войны в безопасности. Но это, еще раз скажу, такая тяжелая разъяснительная работа. Еще один момент хотелось бы с вами обсудить о потенциальных дезертирах. Не знаю, как их назвать, но тем не менее. Для московской элиты создали специальное подразделение вдали от фронта. Об этом сообщает британская разведка. По этим данным заместитель председателя Госдумы по обороне Дмитрий Саблин основал воинскую часть Барс-Каскад. Она в основном участвует в операциях с беспилотниками далеко от линии фронта. С октября 2022 года в нее вошли как минимум 10 членов партии «Единая Россия» и сыновья кремлевских ВИП-персон. Всем им предоставляют дополнительные средства защиты. По данным аналитиков, зачисление в это подразделение позволяет представителям российской элиты с гарантированной безопасностью обходить установленные законом требования прохождения военной службы. При этом они потенциально могут продемонстрировать преданность Кремлю и снискать его благосклонность. Были уже случаи, когда бежали на фронт, спасаясь от уголовной ответственности, или же пытались получить некую корочку, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Вот что вы скажете об этом Барс-Каскад? Это уже новый уровень службы на фронте? Ну да, конечно, там сейчас вся эта тема дроноводства, она становится достаточно популярной. И многие люди, которые или боятся, или не готовы к строевой службе, они активно участвуют вот в такой форме борьбы. Понятно, что в случае с российской элитой это не всегда искренняя мотивация. Многими из их детей это воспринимается такая компьютерная игра. Вот там будем сидеть в безопасности, то есть дергать за рычажки, а служба будет идти. Что интересно, было несколько до этого попыток сделать такие вот патриотические ВИП-подразделения. Но самая яркая история была, когда у нас в Новосибирске, там, значит, у нас есть несколько людей, которые там без дураков по-настоящему боевые единороссы, вот бывшие военные, там, значит, объявили о создании такого подразделения. Значит, всем остальным было отказаться из этого стыдно. Ну вот там всех с панфарами погрузили на поезд ехать на фронт, кто туда, значит, попал записаться. То есть пока этот вагон ехал до Ростова, половина из него разбежалась, да, то есть на следующих станциях, значит, просто потихонечку с него сходя. Ну и через какое-то время они опять там всплыли в российской политике. Ну вот бывают и такие случаи. Владимир Путин неоднократно заявлял, что срочники воевать в Украине не будут, но Путин умалчивает о том, что отправить срочника на фронт можно, если он заключит контракт с Минобороны. Сейчас это основной канал набора контрактников, говорит директор правозащитной группы гражданина армия права Сергей Кривенко. По его словам, срочники могут подписывать контракт с первого дня службы, сделать это им предлагают уже в военкомате. Нередко солдаты сталкиваются с серьезным психологическим и физическим давлением. Основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердин рассказал в интервью Блумберга о случае, когда срочника посадили в яму и держали там без еды, до тех пор, пока он не согласился подписать контракт. А издание «Сибирь. Реалии» писало о случае, когда в части подделали подпись солдата, отказавшегося служить по контракту. Оценить количество срочников, подписавших контракт после начала войны, сложно, говорят эксперты. Но заявление Кремля о потоке добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны, тоже вранье, считает Кривенко. По его данным, исполняется личный состав армии России, и, скорее всего, за счет перешедших в подчинение Минобороны формирований, так называемых ДНР и ЛНР, заключивших контракт срочников иммобилизованных и наемников ЧВК. Ну, как известно, весенний призыв. Гарантия ли это, что призывник не попадет на линию фронта? Да, конечно, никакой гарантии нет. Но, во-первых, есть тот канал, про который вы говорите, добровольно-принудительного, с упором на принудительное подписание контрактов. Ну, потому что, понимаете, кто попадает в призыв, там, молодые ребята, там, 18-19 лет. Особенно, как правило, люди, которые, там, более образованные, из каких-то семей посерьезней, да, они находят способ от этого как-то открутиться, значит, там, деньгами, еще чем-то, ну, там, отсрочки в вузах. То есть, ну, в общем, люди, которые попадают в армию, они более простые, так скажем, ребята. И на них давить в части очень просто, да. Они, ну, оказываются выдернутыми из привычной среды обитания, там, без родителей и так далее, там, значит, как-то голову запудрить достаточно легко. Более того, те, которые ничего не подписали, да, и которые по-прежнему остаются в статусе просто солдат срочно службы, их же все равно легко разместить, например, в той же самой Белгородской и Курской областях, где они все равно попадут в конечном итоге под обстрелы и боевые действия. Ну, формально они будут находиться не в зоне этой СВО, да, а, значит, типа в тыловых регионах России. Но сейчас нет уже тыла. В свое время, во время протестов в Башкортостане зимних, там, конечно, был упор на освобождение активистов, экологические вопросы и так далее, но прозвучали призывы, давайте вернем наших парней с фронта, пусть они защищают собственный народ, собственную землю. Конечно, это было все эпизодически и не так массово, но, тем не менее, как вы считаете, может ли вот эти случаи дезертирства, отказа воевать, внести некие коррективы, национальный, этнический фактор, но все-таки башкиры, буряты не совсем представители русского мира, или все-таки эти народы настолько уже русифицированы, колонизированы, что такой этнической, как бы, идентичности уже не несут? Нет, они идентичность, безусловно, несут, и, безусловно, у них есть свои понятия, обычаи, предпочтения и так далее, поэтому подобная религия своя в конечном итоге. Но, как правило, в национальных республиках очень большое значение имеет мнение разных старейших, авторитетов, каких-то референтных лиц, главкланов и всего прочего. То есть могу сказать, что когда мы поднимали с помощью утра февраля такую большую волну в Дагестане, она была суперуспешной, и там в ней приняло участие несколько десятков тысяч людей из вооруженных, и в конечном итоге больше тысячи человек вернулось с фронта. Но это все было впрямую связано с призывами, которые поступили от лидеров исламской умы, из известных проповедников, и к ним прислушались, они там дали разъяснение о том, что для настоящего мусульманина это неправильно участвовать в этой самой войне. И после этого массово люди с фронта начали возвращаться в республику. В случае с Башкирией, там природа выступлений была несколько иной, она была более национальной, чем религиозной. Вот религиозного фактора там сильно не было, потому что вообще духовное управление мусульман, в котором первую скрипку играют татары, но это, конечно, полностью филиал ФСБ на данный момент, так же, как и русская православная церковь. И там никаких признаков нелояльности нет. То есть там высказываются только вот такие радикальные исламские круги. Но, как говорится, лиха беда начала. И опять-таки я здесь скажу, что это все очень долго будет так вызревать, но вот в Эншпеле в самом последнем этапе это, конечно, полыхнет повсюду. И полыхнут эти национальные республики обязательно. То есть они будут там выдавать претензии. Да и сами русские, они же будут прежде всего кричать о том, что мы-то думали, что мы тут за правое дело, мы там против нацизма и так далее. Оказывается, нас обманули. То есть сейчас мы за это расправимся со всей властью и будем сжечь особняки, будем их поднимать на вилы и так далее. Все это мы проходили в 2017 году, и ровно то же самое будет происходить и сейчас. Илья, спасибо вам огромное. Как всегда, рады всегда видеть вас в эфире телеканала Freedom. Илья Пономарев, депутат Госдумы Российской Федерации в 2007-2016 годах, создатель канала «Утро февраля», был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова